Фонд «Землячество Донбасса» помогает Иловайску с восстановлением после боевых действий. Во вторник, 28 октября, в город Железнодорожников пришла машина со стройматериалами. От фонда «Землячество Донбасса» Пушилин, Пургин, это люди, которые помогают нам сейчас восстанавливать Иловайск. В данный момент пришел шифер остекления на школу искусств, которая пострадала в большой степени. В красивом здании в центре Иловайска раньше размещалась станция юных техников. Последние несколько лет здесь прописаны Центральная городская библиотека и школа искусств. Оригинальному строению сильно досталось во время боевых действий. Фактически здание стоит без кровли и без стекол. Теперь в распоряжении иловайских кровельщиков 400 листов шифера. И не только. Я заглянул только что в фуру. Я так понял, что там привезли в полном объеме. Даже рубероид, на который мы не рассчитывали, его привезли тоже. Думали, рубероид надо искать своими силами, но спасибо. Спасибо небезучастным людям, которые нам привезли даже рубероид. У нас есть бригады добровольцев, волонтеров, которые работают сейчас. На данный момент они и занимаются разгрузкой груза. Также опять-таки будем привлекать военнопленных. Среди военнопленных тоже есть, насколько они говорят, специалисты-кровельщики. Мы их проверили уже в работе на детских садиках. То есть, в принципе, они с работой со своей справляются. В этом году осень на Донбассе выдалась сухой. По крайней мере, за два осенних месяца количество дождливых дней можно посчитать на пальцах одной руки, что не может не радовать иловайчан, занимающихся ремонтом. Практически все детские сады, если и застеклены, то застеклены в одно стекло. Это, во-первых. Во-вторых, половина каждого детского сада, из трех у нас их три, половина каждого детского сада, ну да, процентов на 50, не застеклена, а забита пленкой. То есть, теплопотеря очень большая. Крыши, крыши в детских садах тоже, там, ну, своими силами более-менее как-то мы их подлатали, но это, опять-таки, более-менее и как-то. Нам только что пообещали, что помогут сделать ремонт внутри школы. То есть, я думаю, будем просить, чтобы не обделили вниманием не только музыкальную школу, но и наши садики, наши школы. Школы, в принципе, восстановлены, запущены в работу. Но внутреннее состояние школ, конечно, оставляет желать лучшего.